В Москве состоялось всероссийское мусульманское совещание «Россия – наш общий дом». Это первое мероприятие такого масштаба, проводимое в стране после распада Российской империи. Для участия в нем прибыли общественные и религиозные деятели со всей страны. Субтитры создавал DimaTorzok «Наше Отечество сегодня переживает непростые времена. Взрывы и теракты сотрясают Кавказ и столицу нашей Родины. Тысячи молодчиков скандируют нацистские лозунги у могилы неизвестного солдата. В наших городах убивают мигрантов из мусульманских регионов. Российская молодежь все больше проваливается в пропасть бездуховности, безудержного потребления и бессмысленной жестокости. В российских средствах массовой информации все больше разжигается страх и недоверие по отношению к мусульманам, а российские суды, запрещающие мусульманскую литературу, стали инструментами в руках исламофобов. На Ближнем Востоке льется кровь и рушатся режимы, с которыми наша страна долгое время выстраивала отношения. И в это время мусульманские духовные лидеры порой не могут прийти к общему мнению по простым вопросам обрядовой практики, унификации учебных пособий и так далее. Именно необходимость в консолидации усилий мусульманского сообщества страны, духовенства, экспертов, ученых, общественных деятелей, журналистов, юристов заставила нас сегодня собраться здесь. Перед нами стоит огромное количество проблем. До сих пор существует и проблема и терроризма, и проблема ксенофобии, и проблема взаимодействия между представителями различных национальностей, различных религий. Наша страна имеет богатый опыт взаимодействия традиционных религий, многовековой. В нашей стране никогда не было религиозных войн. И мне хочется выразить надежду, что такое положение вещей сохранится и в будущем. Ничего более красивого, величественного, уникального в мире нет. Я проехал 72 страны мира. Поэтому те, кто заявляют, что не нужен только Кавказ, что еще что-то, те просто не понимают, что такое Россия, что такое истинная вера и что такое дружба народа. Без этой дружбы, веры, уважения к каждой религии, каждому селению, аулу, дому, мы не в состоянии жить достойно. И я, и мои друзья все делают для того, чтобы было так в современной политике. Я тоже буду критиковать, но я буду говорить правду. Виноваты мы и сами мусульмане в том, что вот те негативы, явления, которые мы сегодня видим по отношению к мусульманам. И если мы бы всегда говорили правду, если бы муфти и сами вели такой образ жизни, какой бы они должны были по шариату, по исламу, по своей обязанности, то есть своей компетенции, то что, своей функциональной обязанности. Конечно, это трудно говорить, но нужно говорить и всегда исправлять все это. Если муфти какого-то региона пьет водку и читает проповедь, то что делать молодому человеку, когда все это он видит? Я всегда это говорю, буду говорить, и все мои мусульмане должны говорить. Кто ассоциирует терроризм с исламом, это круглая невежда, это безграмотный человек или вообще не человек. Чуть что, на Кавказе где-то взрыв или в Москве начинают некоторые политики, там псевдо-патриот России, надо отделить Кавказ от России, то есть впадают, как это привычно для россиян, в апокалиптическую панику, что Кавказ нужно отделить, зачем нам эти беды, это горе, Кавказ. Ведь в Испании сколько лет баски воюют за независимость, и бомбы взрывают, и людей убивают. Ведь в Испании никто не говорит, что надо Каталонию отделить от Испании, или он отделяется, все, мы потеряли Каталонию. Но почему мы должны об этом говорить? Мы знаем, что Россия сильная страна, что всегда говорим о межконфессиональных, межнациональных отношениях, хотя мы ни шагу не делаем реально в эту сторону. Надо вот все эти вещи учитывать и хоть какой-то шаг сделать. Ахмед, расскажите, пожалуйста, у этой конференции вообще как пришла идея создать такой форум? Ну это совещание, российское, мусульманское совещание, и такой гражданский форум, как сегодня его назвали. Инициатива принадлежит лидерам общественных национальных организаций, которые на встрече с муфтем Равельнухазратом Гайнудином рассказали об этой инициативе и предложили ему возглавить оргкомитет, помочь провести это мероприятие. Вот таким вот образом. И это мероприятие, ну, эта инициатива возникла на фоне тех событий, которые в стране происходили. Это и Манежная площадь, это и взрывы в Домодедово. И обеспокоенность мусульман тем, что в стране происходит, и желанием активнее участвовать в поиске путей решения привело нас вот к сегодняшнему этому мероприятию, Всероссийскому мусульманскому совещанию, у которого очень говорящее, звучное название «Наша Россия, наш общий дом». Нет ли планов сделать это совещание регулярным? Было высказано пожелание, чтобы эти мероприятия стали регулярными, как это было действительно до революции у российских мусульман. Я считаю, что я убежден, что такого рода мероприятия действительно будут реально способствовать гармонизации межнациональных отношений, улучшению атмосферы в межнациональных отношениях. По итогам совещания будут ли выработаны какие-то документы, рекомендации? Именно сейчас рабочая группа по подготовке итогового документа совещается. Есть очень много интересных предложений. К концу совещания будет предложен проект итогового документа, который будут принимать участники совещания. И, что очень важно, этот документ будет доведен до широких слоев общественности через средства массовой информации, через адресную рассылку в органы власти, в администрацию президента, в федеральное собрание.